Пусть лима от x0 f от x не равняется 0, а лима от x0 f от x не существует, доказать, что предел произведения не существует. При всем при этом здесь дано указание допустить противную используя лима в пределе честного. Что мы и поступим. Допустим, что предел лим x от x0 f от x существует. В этом случае предел лим от x при x тренировке x0 от произведения функции по теореме о частном превращается в произведение в пределах этих функций. Сейчас я предполагаю от противного, то есть что предел вот этих вот, он существует, это и называется противным. То есть лимит, то есть предел вот этот, он существует. А раз он существует, то можешь записать, что это произведение предела. Вот. На f от x. Я просто по определению предела частного записал. Из того, что я предположил противное, а именно существование этого предела. Так как сказано, что лимит f от x при x тренировке x0 равняется какой-то a, не равный нулю, да? То отсюда следует, что наш предел произведения функции равняется лимит a f от x при x тренировке x0. Это также одно из свойств предела соответствует то, что у нас если a умножить на предел, то можно ее занести под сам предел, вот сюда. Что мы здесь и проделали. Вот. Это у нас будет равняться вот этому вот выражению. Дальше. По определению предела функции следует, что при x стремящемся к x0 вот и предел вот этой вот функции будет как раз описываться, если он будет существовать, да? Как раз изначально наше предложение, что при x0 он будет существовать, если для любого и е больше 0 существует какая-то delta, равна delta от е, выполнена неравенство. И мы видим, что для любого x принадлежащего множества всех чисел, на которых эта функция определена, и удовлетворяющих условия 0 меньше x минус x0 меньше delta выполнено неравенство f от x минус b меньше какого-то epsilon. и при этом следует, что лимит, ну так как у нас уже не f от x, а уже другая функция, ну то есть запишем ее как и есть, f от x меньше какого-то epsilon. При всем при этом, поскольку мы ищем пределы уже от расширения функции, то следует, что это будет какая-то а уже. лимит при x, стремящемся к x0 равняется вот это f от x, а, да, будет каким-то b. Но в задаче изначально сказано, что предел вот этой функции не существует. Поэтому я предлагаю переписать этот модуль немножко по-другому, а именно модуль f от x просто везде делю на модуль а. Если делить на модуль а, то, соответственно, вот этой величины не изменится, epsilon. То есть знак не раз уж не изменится, потому что модуль а будет себя положительным, да? И это будет равняться какому-то новому epsilon с волной. То есть мы утверждаем, что f от x за счет изначального существования, которое мы предположили от противного, от произведения этих функций, что f от x стремится к какому-то фиксирующему пределу b на модуль а, пусть при этом а не равняется нулю. то есть у f от x есть предел. А это противоречие. Так как изначально сказано, что он не существует. И вот эта противоречие как раз доказывает задачу. А что я сделал противного и где использую теорему частного, я сейчас еще раз повторю. Противность состоит в том, что я предположил, что существует предел произведения. И в существовании предела произведения следует используя теоремы о пределе частного, который как раз позволяет записать произведение двух пределов. Дальше я воспользовался непосредственно определением предела самой функции f от x. и в конце концов получил вот это отворожение. Так как изначально мы предположили, что предел существует, то из определения предела следует следующее утверждение, которое я здесь записал. И как раз в существовании предела последовало, что существует какое-то дельта и эпсилон с волной уже с малой, что будет выполнено следующее второе. То есть, что f от x стремится к какой-то b на модуле a. А это, в случае, противоречит в начальном условии несуществования предела. Так что, надеюсь, этот видеоурок был вам полезен. Спасибо за внимание.